МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Супермен в костюме медведя-мехутка, волонтер проекта Сергей Дивеев и юная участница конкурса Настя Лемешкина. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас сегодня здесь видеть. Расскажите нам о проекте, кто его придумал, в чем его особенность и почему действительно нужно прийти и посмотреть на таких талантливых ребятишек. Вот, Сергей, начнем с вас. Идея возникла, конечно же, в нашем проекте. Идейному нашему мыслителю, мыслителю X. Ну, мы все, естественно, поддержали. Это очень клевая задумка. Проводя конкурс «Маленькая мисс», мы увидели, что очень много талантливых ребят у нас. Вот, и решили как-то масштабировать это мероприятие и показать, что наш Алтайский край очень талантливый. Кто может принимать участие в конкурсе? Принимают участие особенные ребята, вот, до 18 лет, ограничений по возрасту нет. Принимают участие таланты. А со скольки до скольки вот возраст? Ограничений нет. Ну, естественно, это дети до 18 лет принимают участие. Как проходил отборочный этап? Вот я знаю, что уже набрали 50 участников. Как вы их нашли? Нашли. Есть специальные группы, есть движения, родители. Искали там. Вот. И сейчас набранные группы уже будут проходить более тщательный отборочный этап. 11 сентября, вот, и 12 уже в финал выйдет 10 финалистов. Отборочный этап – это как? Что будут делать дети? Что их ждет? Есть ли у них какие-то уже волнения? Или, наоборот, готовы побеждать? Волнения, конечно, есть. Даже сейчас вот мы пообщались немножечко. Волнуются ребята, готовятся. Отборочный будет проводить опытные жюри из музыкантов, профессионалов. Имена мы не оглашаем пока. Вот. Все увидите. Все будет очень здорово. С сюрпризами. А формат каков? Формат будет слепое прослушивание. Не будут видеть жюри вообще участников, чтобы, ну, чтобы как-то не пожалеть ребят. Потому что все с особенностями, и где-то можно будет эмоционально быть необъективными. Вот. Поэтому решили сделать так, что участники не будут видеть ни жюри, и жюри не будет видеть участников. До последнего, получается. До последнего. До победителя. Настя, ты участвуешь в конкурсе. Расскажи, с какой песней, если это не секрет, конечно, и вообще о себе. Почему решила заниматься музыкой? Какое направление в музыке предпочитаешь? Я петь люблю давно, еще с раннего, так скажем, возраста. Раньше я сама выучивала песню и на семейных праздниках перед гостями выступала. Потом родители решили, что мой талант нужно развивать, и записали меня в семейный центр «Киндерфест». Там я познакомилась со своим педагогом по вокалу Васильей Романовной. Она у меня очень молодой педагог и активный. Нам с ней очень легко работать, и мы друг друга хорошо понимаем. Петь я очень люблю. Для меня это прям музыка в сердце. Я выступала в «Киндерфест», проводила отчетные концерты, и я в них выступала впервые на сцене с микрофоном перед большим количеством зрителей. Волновалась или нет? Конечно, волновалась. Но я справилась с волнением и выступила. После первого концерта у меня появилось большое желание двигаться дальше и не останавливаться. Армия поклонников появилась? Ну, из моих знакомых, да. Но не прям армия. Пишут в социальных сетях, наверное, какие-то теплые слова? Ну да. А как узнала про конкурс, особенно вокал «Дети»? Про конкурс я узнала от проекта «Мехутка», благодаря нему. И как только я о нем узнала, я сказала себе, что я хочу в нем участвовать и буду. И поставила себе цель, что хочу победить. Сколько ушло на подготовку? Ты подготовила несколько песен, чтобы поразить жюри своим талантом. А сколько ушло времени на подготовку? И что это за песни? Какого направления, жанра? Честно, даже так по времени я не скажу. Ну, наверное, около полтора месяца. Может, больше, может, меньше. Около плюс-минус. Жанры такие, как детские песни, такие немного юмористические. Название песни я пока не хочу раскрывать. Хочу оставить это, так скажем, на сюрприз. На тебя сейчас смотрят множество зрителей, да, большое количество людей. Можешь показать нам свои способности, продемонстрировать? Спой что-нибудь, какой-нибудь отрывочек, если вот что-то оперативно приходит в голову. А вы знаете кто, а вы знаете где, где в болоте растут камыши? Есть особо одна, и по жизни она никуда никогда не спешит. Бесконечно сумасбродная, и немного беззаботная, и досказачья голодная в тишине лесной гуши. Молодец. Прекрасно, молодец. Настя, а ты голос смотрела вот на федеральном канале? Голос я не смотрела. Ну, примерно знаешь? Ну, примерно, да, слышала, как бы, но прям, как такое смотреть, нет. Любимчиков, получается, нет, раз не смотрела? Ну, нет. А из нашей эстрады кто нравится? Какие певцы? Или не обязательно наши, можно зарубежных? Так даже не скажу. Ну, самый один? Нету, такого прям одного. А, несколько? Их много, и я даже иногда, как бы, прям, такой прям, любимых именно певцов нету. Я люблю разные песни, у кого-то одну песню, у кого-то другую. А я правильно понимаю, что ты слушаешь огромное количество композиций, и что-то для себя вот открываешь? Ну да. Наполняешь себе музыкой, и вот потом нам демонстрируешь. Ну да. Отлично. Сергей, расскажите поподробнее о жюри. Кто будет представлен? Я понимаю, что имена держатся в секрете, но тем не менее, что это за люди, и как они будут судить, не судить, нам интересно, расскажите. Я думаю, жюри мы оглашать, конечно, не будем, кто будет присутствовать, но это будет сюрпризом для всех участников, я думаю, потому что имена у каждого довольно известные в нашем городе и в стране, в общем-то. Не знаю, что еще. А победитель будет только один? Победитель будет один, но конкурсанты, все, кто участвует, никто не останется без приза. Какой главный приз ждет победителя? Главный приз – это запись песни с Димой Биланом. Как удалось заполучить такую звезду? Он приезжал на наш юбилей, на пятилетие проекта, проводил концерт, после которого завязалась дружба, и предложив ему такой вариант, он с удовольствием согласился. Получается, только один ребенок из 50 сможет пробиться в финал, именно стать победителем конкурса и повзаимодействовать с Димой Биланом. Ну, а другие детки, вот как вы их будете, наверное, ну, если не успокаивать, то подбадривать? Что, может быть, в следующем году продолжите организовывать подобные проекты? Ну, вы знаете, мы проводили особенную мисс, и там даже те, кто не прошел, не победил, не вошел в тройку, не было каких-то особых обид, потому что все понимали, что каждый показал себя с лучшей стороны. И любой конкурс — это дело такое необъективное. У каждого родителя свой ребенок особенный по-своему, и всегда он победитель. Поэтому решают жюри, они понимают это дело, понимают в вокале, в исполнении, вот. И я думаю, что будут работать объективно. А это уникальный проект? Есть ли такие аналоги по другим регионам? Нет, аналогов проектов мы не видели, не слышали, тем более вы же знаете, наш проект «Мехутка», он самый особенный. Нет, а именно конкурс, да, конкурс? В плане особенных ребят, конкурсов, ну, я не слышал, чтобы такого было. Вот, я думаю, что мы первые. Когда он будет проходить, где и кто сможет на него попасть? Отборочные этапы будут проходить 11-го числа, 11-го сентября, и 12-го будет у нас финал. Попасть 12-го числа будут только ограниченное количество человек, все не могут туда попасть, ну, исходя из зала, где мы будем это все организовывать. Вот, поэтому так. Будут участники, будут их группы поддержек, будут наши партнеры. То есть приобрести билет и попасть на конкурс не получится? Конечно, конечно. Но можно его увидеть по телевизору, я думаю. Ну, я думаю, да. Если будут освещать средства массовой информации. На канале толк. Только на канале. Мы предел. Настя, а ты уверена в своей победе? Да. Почему? Я занимаюсь недолго, но мне это очень нравится, и я думаю, что смогу. Я очень стараюсь над этим, занимаюсь с моим педагогом, и очень хочу победить. Тебе 12 лет? Нет. У меня 11 будет. 11 только будет. Да. А сколько из этого возраста ты занимаешься музыкой? Прямо с педагогом, наверное, может быть, около полутора лет. Ну, я там много припускала, потом опять приходила из-за того, что часто болела. Ну, наверное, год точно. А с участниками другими уже познакомилась? Нет. То есть на конкурсе? Да. Как думаешь, появятся какие-то друзья у тебя на конкурсе? Возможно. Или это чисто конкуренты? Ну, именно, может быть, в конкурсе конкуренты. А если познакомлюсь и хорошо будем общаться, будут и друзья. Как вы думаете, вот этот проект, по сути, уникальный? В следующем году его можно тоже поставить? Вообще его, в принципе, можно будет сделать доброй традицией в будущем? Я думаю, да, потому что даже третий раз уже упоминаю особенную мисс. Мы провели просто так, посмотреть, как это, выделить ребят, показать их, вывести на сцену, чтобы они почувствовали себя принцессами. И эта традиция уже сложилась, мы вот уже третий год будем проводить. Я думаю, и этот проект тоже найдет свои призвания. На конкурс придут 50 юных участников. Как удалось вообще их найти, как на них выйти? Я понимаю, что, скорее всего, они сами писали, да, в социальных сетях? Писали все, конечно, сами в социальных сетях. Это большая платформа, вы знаете, вот, поэтому там... Ну, получается, у нас столько талантливых детей. Очень много, очень много, более 50 участников, вот, и я даже не знаю, какая задача стоит перед жюри, чтобы это брать, потому что они, конечно же, знают, что ребята особенные, но выбрать лучшие голоса, я думаю, у них получится. Как вы думаете, явно будет много и радости, но, тем не менее, будут слезы. Вот как будете успокаивать детишек, которые не пройдут финал, не смогут показать, где-то заволнуются, как будете их подбадривать? Мехутка, наверное, будет? Да! Мехутка всегда всех подбадривает, когда он появляется, у всех, конечно, улыбка появляется, вот, но я думаю, что мы найдем способы, будет работать целая команда, ребят, волонтеров, аниматоров, там, и так далее, поэтому, думаю, никто не обидится, если не займет положенных результатов, правда? Настя, ты бы хотела спеть с Димой Биланом? Конечно! Какую-то определенную песню или вот что-то свое в дополнение? Не знаю даже, наверное, определенную. А нравится какая-то его песня? Да. Какая? Мне нравится песня «Держи», и, я не знаю, как точно, не помню, как называется, но она певается как-то. У меня, у меня сердце пылает, горит для тебя, да просто сгорает. Настя, посоветуй другим участникам, да, твоим конкурентам, но, тем не менее, твоим напарникам от понедельника во вторник, пожелаю им что-нибудь, чтобы они успокоились, не волновались. Во-первых, я всегда пользуюсь таким как правилом, главное не победа, а участие, даже если в этот раз ты не победил, в следующий раз, я думаю, у тебя точно получится. И главное не волноваться и взять себя в руки. Ты так всегда делаешь? Да. Спасибо, что пришли, всегда вам рады. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Медведь Мехутко, волонтер проекта Сергей Дивеев и участница конкурса Настя Лемешкина.